За мусоропровод, потому что содержание плохое, отвратительное. Вот если мы вам передадим эти протоколы, то, что мы собрали, этого будет достаточно? Против крыс, но за мусоропровод. Жители дома номер 3, корпус 2 по улице Индустриальной были удивлены объявлением на подъезды, в котором было написано, что в ближайшее время в их доме заварят клапаны мусоропровода. Как уверяют собственники, они не принимали участия в голосовании, которое проходило в системе ЕИАС ЖКХ. Им не приходили уведомления о его проведении. Никто не получил. Наш опрос показывает, что этого не получилось. У нас нет одного человека из мобильного приложения. Нигде не было никаких уведомлений. У нас не такие продвинутые пенсии. Я хочу еще раз сказать, уважаемые жители, это не наше было собрание. Это собрание было собственников жилья. Дома номер 3, корпус 2 по улице Индустриальной 35 лет. По словам жителей, здесь проживает много пенсионеров. Ирина Булкина тоже считает, что мусоропровод необходим. Она вместе с активными соседями провела свой личный опрос собственников и узнала мнение жильцов. Мы решили проверить. Прошли дедовским способом. По бумажке, с росписью. Каждую квартиру, фамилии, имя, отчество голосовал ли по ЕИАС. И второй вопрос, опрос был. А какое отношение, какое у вас мнение к тому, чтобы заварить мусоропровод? За свой подъезд точно сейчас могу сказать. Из 68 квартир 34 квартиры, 34, половина ровно. Получилось, что они все против. У Натальи Королевой в этом доме проживают родители. Она уверена, что с мусоропроводом им жить гораздо удобнее и легче. У меня отец пенсионер и инвалид первой группы, лежачий. И каждый день моей маме приходится выбрасывать по два мешка памперсов. И придется выходить на улицу, если заварят мусоропровод. Так что, если эта ситуация случится, мне просто будет их очень жаль. Чтобы проголосовать в системе ЕИАС ЖКХ, жителю необходимо зайти на сайт через госуслуги. Вести свои данные и быть собственником квартиры. Это обязательные условия. В данном доме большинство собственников проголосовало за то, чтобы мусоропроводы были закрыты. И мы исполнили данное решение. А он здесь, поэтому я просто, ну, я еще раз говорю, поэтому вы как собственники, вы как собственники имеете полное право принимать любое решение, что касается по использованию данного мусоропровода. Сегодня на собрание жильцов дома пришла лишь малая часть собственников. Поэтому узнать наверняка, кто и как на самом деле проголосовал в системе ЕИАС ЖКХ невозможно. Решение одно. Соседям необходимо вновь инициировать голосование и пройти процедуру еще раз. Ведь только собственники квартир могут принять решение, касающееся своего имущества. Так, в этом году уже в 15 домах, находящихся в управлении ГЖО-4, заварили мусоропроводы. Жители близ стоящих домов, многоквартирных домов, где уже проведена данная работа, видят, что в многоквартирных домах отсутствует запах, уменьшилось количество крыс. Они обращаются к нам для того, чтобы мы инициировали проведение такого собрания. И мы реализуем их желания. Этот опыт положительный, говорит руководитель. Но оставлять мусоропровод в подъезде или нет, решать только жителям. Однако стоит помнить, что его отсутствие, улучшая чистоту и санитарную обстановку дома, позволит использовать помещения для других целей. Например, создание колясочной. А также, возможно, побудет мытищенцев еще раз задуматься о разделении мусора. Ведь на контейнерных площадках установлены два бака. Черный для бытового мусора и синий для пластика. Позаботиться о нашей окружающей среде и сохранении природы никогда не поздно. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Матищинский.